Цепь 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 Мужчин и траур носила по мужу И год, и другой все в печали Детей у нее отобрали А Конрад Ее духовник и вассал Тупая саксонская Бестия С руками на пузе непрошенный Встал на страже ее благочестия К ней ездили Много из разных сторон То принц удалой, то богатый барон Испанцы в броне, сицилийцы в плащах Норманы на мощных Кривастых конях, бургунцы В богатых каретах Токсканцы в широких Перетах Их Конрад суровый и мрачный встречал Бронил, угрожал, на порог не пускал Затворницы Саинской Тревожить покой барона и графа устали Плечами пожали Махнули рукой и ездить В даме перестали И только один, безнадежно влюблен Графиню он видел однажды Как путник Измученной жаждой, как Узник по солнцу тоскующий Он стоял под окном одинок Отрешен, раз в ночь подремать отлучался До первых лучей возвращался Так месяц прошел И второй пролетел И третий Влюбленный стоял напротив Недвижно и В окна глядел Вот осень настал И лист пожелтел И дождь по камням застучал Он был, говорили, собою хорош Но стоя под вдовьем забором На старого нищего стал он похож Бродяга с бессмысленным взором Он знал, что погиб Видно, так суждено Спасти его чудо лишь может Какое? Ну как? Не все ли равно? Ну, скажем Вдова приоткроет окно И взглядом его обнадежит И всякое утро В сутане до пят Святошек вдове приезжал Я слышал Казал облечен Найнхард Он в погреб ее запирал На хлебе, ячменном и тухлой воде Вдову месяцами держали Во двор выводили раз в день по нужде А слуги ее избивали Чьи слуги? Тирель пораженный спросил Ее же приказу покорны На пятой весне Истомившись без сил В одежде монашеской черной На исповедь вечером как-то пошла А выйдя из церкви на плац Умерла Да, именно так все и было Ты прав, мой добрый Анхард Молвил граф А Конрад, советом святош поощрен Из Марбурга с ересью борется он Любим инквизиции Дорог папа Глядишь, скоро в Рим переедет А там до папского жезла Рукою подать И нет на мерзавца управы Не будь мне родней Вся тюринская Знать, клянусь вам, друзья Было б не избежать Убийца кровавой расправы Тирель удрученный со стула встает А тот, кто приема просил у ворот Что с ним-то? Граф грустно плечами пожал И молча рукой на себя показал Залаял где-то пес сторожевой Забыта ветчина Оставлен рислинг Молчат бароны Зигмунд поразмыслив Вдруг говорит, кивая головой Я граф с тобою сердцем Но позволь сказать Есть суд тюринский, есть церковный Пиши депешу, предлагай печать Ты просишь нас, злодея, наказать Своими силами До ночи темной До на дороге Это граф разбой Мы люди честные На ратный бой готовы хоть сейчас А ждать в засаде Помилый граф, чего же ради Тирель вскочил Был не усидчив он Сказал Позволь, но как же так, барон А братство рыцарей А честь, любовь, достоинство Святая месть Все так Тирелю Зигмунд говорит Сердце пылкое и мужественный вид Гордился б я тобой, будь ты мой сын Но святом стить поедешь ты один Отвел Тирель глаза С щеками красен, сказал А нет, один я не согласен Друзья мои Вмешался граф поспешно Несли отсудить Да, всем и грешно Но лишь сочувствие ищу у вас Позвольте же продолжить мне рассказ Прошло два года По пути домой Я как-то Конрада На службе встретил Поговорили с ним Часок другой А через месяц В замок мой Курьер со свитком На рассвете явился Из венгерских недобитков Он был Надменен, глуп Заносчивый такой Суд инквизиторский Решил, что дружен сатаной Слуга похорный ваш И не страшась убытков Он еженочно В замке родовом С толпой Блудливых ведьм Бирует Мол, что не ночь, что Оргия О том известно В сей округе Негодуют Отцы святые В Майнце И в собор Отправились И помолясь Решились Кивнули к Конраду Перекрестились И вынесли Злодею Приговор Вменяется ему Злодею Мне Сперва покаяться А после Попаститься Затем Седлать Коня И на коне В течение Недели В Майнце Явиться И спешившись Идти на суд Имперский Правый Скорый И по прочтении Приговора За ратушей Меня сожгут Я кинулся К священникам Они в церкве Уединяясь Поговорили И до крещения Посчитавший Дни Вердикт Зловещий Отменили Конрад узнал Рассверепел И скачет По безлюдной Страде Со злобою В душе С огнем Во взгляде К правителю Тюрингии Увы Не дружен Я с Ланграфом Убедит Конрад Его Зарец Звать Повторный И новый Будет Вынесен Вердикт И новый Приговор Позорный Племянники Злорадствуют И ждут Когда же Наконец Меня сожгут На замок Зарец И барыши Считают Я право Слово До сих пор Не знаю Чем досадил Я так Свои Ранья Свидетель Подходящий Нужен Мне Почтенный Зигмунд Говорит Перед людьми И перед Богом Граф Мне дружба Лесна С тобою Род твой Знатен Монами А Конрад Смерть Безвестный Но я Ты знаешь Рыцар Честный Тебя Я понял Ты Меня Пойми Два Года У тебя Я не Бывал Развраты Ведьм Тебе Вменяют Лжет Конрад Да Еще Бо Он Не лгал И быть Быть Я Твоим Заступником Желал Да Совесть Мне Не Позволяет Бесчастных За тобой Поступков Я Не знаю И это Все Что мог Бы Я Сказать В суде Кривить Душою Не Желаю На Хитрости Пускаться Довилять Укором Совести Все Хитрости Ничто И Я Пред Небом Не Мог Бы Засвидетельствовать То Чему Свидетелем Я Не Был Да Как Ты Смеешь Граф Сказал Сердясь А Не Забыл Ли Ты Так Я Напомнил И Чувств Я Дружеских Тебе Назвался Ровней Но Зигмунд Тверд Не Убоясь Он Говорит Как И Свечи Будь Ты Нам Ровня Я Б Сказал Как Бегает За Вдовой Так Ты Нас Не Позвал А Как Последствия Так Сразу Свечи Вино Бассалов Нет И Старые Друзья Я Понял Граф Сказал И Бог Тебе Судья Ведь Дружба Не Ермо И Дело Не Решает Доставки Каждый За Себя И Лишь Несчастье Людей Сбежают Да Так Ли Познаешь Ли Дружбу В нужде Под стоны И плач Безутешный Спаситель Однажды Был Предан В беде Поруган Осмеян Распят На кресте За Нас Недостойных И грешных А мы Обожаем Обиды Копить Погрязли В ничтожных Заботах Весханжества Дня Не умеем Прожить Порог Называем Расчетом И Патриотизмом Вульгарную Лень Умеем Чернить То Что Ясно Как День Умеем И Любим Меньших Презирать Во имя Покоя Друзей Предавать К несчастью Других Равнодушными Быть Бахвалиться Перед Родными И Прочту 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 Так А вы Их К сведению Примите У всех Депеш Друзья Мои Четыре Разных Адресата И Один И тот Же Отправитель К досаде Инквизиторов Спесилых Курьеры Оказались Подлецы Послушайте Ж Бесстрашные Бойцы Что Пишет Конрад Почерком Красивым Айнхард Изграйца Тайный Еретик Содержит Трех Песцов Дородных И Мордатых И Перепиской Вредных Книг Все Трое Заняты С Восхода До Заката О Кражах Небывалого Размаха Докладывали Папе Самому В Расстрате Папских Фондов Вверенных Ему Подозревается Бертран Из Айзинаха Согласно Прошлогоднему Доносу Тирель Из Геры Для Чужой Жены Из Императорской Казны Заимствовал Четырежды Без Спросу И Наконец Шесть Мавров Фликом Строгих Притон Капи Строгих 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 Помолиться Даже Над Телом Управился Младший Строгих 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 Строгих